Друзья, всем привет! Вы слушает SDCast 122 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон, на дворе август 2020 года. И сегодня у меня в гостях Георгий Меликов, контрибьютор проектов OpenZFS и ZFS on Linux. Гера, привет! Всем привет! Ну что, давай по традиции расскажи немножко про себя, как давно ты и чем занимаешься, и как вообще попал наш славный айтишный мир. На самом деле история у меня относительно простая и стандартная. Увлекался ПК в каком-либо его виде, потом все дошло до Linux, первая программа на Pascal. Потом, правда, была развилка, я первому образованию финансист, но дальше все-таки судьба меня вернула. Подработка админством, потом полноценная работа и переучился вторым высшим. Так и остался, в общем-то, и доволен. Ох, ничего себе! То есть, ты вот, значит, тебе сначала взвернула куда-то финансы, но потом айтишечка тебе обратно, в общем-то, выхватила. Да, она меня не отпускала. Слушай, а какой у тебя был первый Linux? Давай расскажи тогда. Ой, как-то началось все с Debian, Ubuntu, попытки Fedora, что еще было, SUS. Ну, в общем-то, на Debian я остановился как наиболее таком консервативном и менее навязывающем что-либо. Понятно. Это в каких годах примерно было просто Debian, SUS? Я просто вспоминаю свою, так сказать, там Linux-овое прошлое, это там конец 90-х, и там как бы у меня тогда был RedHat, еще Enterprise Linux, который потом переименовался в Hale. Да, раньше он был просто RedHat, там что-то такое, сервер. А вот шестой, седьмой там в тех краях. Это где-то 2000-е годы, 2005-й даже, наверное, где-то так мое начало было. Ну, понятно, понятно. Соответственно, бэкграунд у меня, да, 2000-й. Ясно. Ну, расскажи, расскажи, мы сегодня все же в основном хотим поговорить, конечно, про ZFS в разных его там ипостасях, да. Расскажи, как ты попал в проект вот в OpenZFS, ну и ZFS on Linux, вот в эти проекты. Попал я следующим образом. В какой-то момент я, естественно, захотел иметь у себя лабораторию домашнюю, началось все с VMWAR ESXi бесплатного, потом перешел, ну, так как оно было, естественно, проприетарно, это не очень удобно, я люблю все-таки поковыряться, начал смотреть на FreeNAS BSD-шный, пощупал JLE, там уже ZFS тоже его пощупал, перескочил после этого на Proxmox, который как раз в тот момент начинал, в общем-то, встраивать как хранилку ZFS on Linux. Это был 15-й, 16-й год, что ли. И, в общем-то, начал распробовать и полез копаться, а что, как работает, потому что подход очень понравился. И, в общем-то, оказался в конечном итоге контрибьютором проекта. Понятно. А что не осталось там на BSD-шных, а тут же все это ZFS и прочее, или именно с точки зрения виртуализации какие-то варианты тебе не очень понравились, больше захотелось в Proxmox какие-то такие штуки пойти? Ну, как сказать, начать стоит, наверное, с простоты. Я сидел в основном на Linux, и в тот момент я решил использовать свой сервачок, как и пока обычный. Соответственно, туда практически сразу заехал Linux и начал искаться аналог. Это Proxmox. В общем-то, так я на нем и остановился. Ну, понятно. FreeBSD, в общем-то, как система мне понравилась в свое время, то тоже. Ну, вот как-то не сложилось, скажем так, с ними. Ну, понятно, понятно. Хорошо, ну и расскажи, как ты начал контрибьюторить сначала, как обычно, какие-нибудь, так сказать, документажка, какие-то маленькие косяки, опечатки, какой был у тебя путь или что-то сразу полез ковыряться вглубь. Тем более, опять же, он же написан на чем, я так понимаю, на сях же, правильно, в основном? Да, конечно. Вот. Как? На самом деле, да, заход был первоначальный с документацией, ну, что, в общем-то, логично, когда начинаешь ковыряться, а что как, прочитываешь, выясняешь. Самый первый заход был в проблемах с производительностью, в общем-то, начал выяснять подробности, что было не так. Потом был заход установки в виде рута. Из этого, в общем-то, все и полетело. Первая моя контрибьюция была, это документация по установке рута на Debian с ZFS. Вот. Вообще, стоит, конечно же, описать, что такое ZFS, да, это файловая система с менеджером томов, да, то есть, что это значит, что ей очень удобно управлять вашим дисковым массивом, да, то есть, когда у тебя там больше одного диска, MDA, все такое, это чуть-чуть менее все-таки удобно с точки зрения именно CLI, Nuclea и так далее. В общем-то, так и подсел. Ясно, да, мы как раз, ты уже, собственно, ответил на главный вопрос, да, что надо, мы так вроде про ZFS, а, возможно, не все наши слушатели, да, знают, что это такое. Это, собственно, да, файловая система, вот, под Linux, ну, и не только там, по BSD, Solaris и прочих, ну, кроме винды, наверное, вот, да, вот сразу вопрос, да, смотри, давай попробуем, может быть, расскажи немножко, какие у нее, так сказать, ну, есть интересные особенности по сравнению с другим, потому что файловых систем, собственно, много разных, да, и под Linux в особенности, вот, но есть какие-то такие больше, наверное, не знаю, стандартные, там, подходящие для каких-то десктопов, там, не знаю, там, X3, который 100 лет в обед, на X4, там, XFS, есть ZFS, вот, вот, и вот, вот, как бы, какое место занимает среди этого множества всего ZFS, и чем он, как бы, там, отличается, какие у него, там, плюсы, плюшки, скажем так? Ну, давай попробуем начать из-за задалека, то есть, вообще, для чего нужна файловая система, да, это абстракция для удобного хранения данных и сокрытия, как же они лежат у тебя, да, да, соответственно, каждая файловая система – это дитё своего времени и дитё подходов разработчиков, то есть, для чего она делалась, подразумевалось ли, что под ней будет больше одного диска, да, например, какая хранилка будет, сколько дисков и так далее, вот, если сравнивать, то, конечно же, там, начиная от того же X, он простой, да, он там наследовал подходы 80-х и далее, да, там, XFS больше с подходом на, с зазором, на масштабируемость параллельно. А ZFS меня, как потребителя, в первую очередь, подкупил своей простотой администрирования, то есть, чтобы в ZFS там создать какие-то сущности, это очень легко и очень говорящий, там, ты хочешь создать, там, пул, так называемый, да, ты пишешь «хочу пул», ZFS create pool, да, и, в общем-то, он тебя собирает из того, что ты ему дал. Ну, тут, как бы, вот, я думаю, что там те линуксоиды, которые там работали из какими-то там LVM, да, вот, в общем-то, там, в мире Linux, как бы, там, в некоторых дистрибутивах, как, де-факто, стандарт используется Logic Volume Manager, который, в принципе, тоже предлагает тебе некие абстракции над, там, нежлежащими, скажем так, там, блок-девайсами, да, чтобы ты там LV, там, PV create, physical volume create, logical volume create, пожалуйста, раскидал, тоже, как бы, и тоже тебе что-то такое дают, вот. Да, ты подвел к очень интересному вопросу, то есть, мы, естественно, можем сделать то же самое, там, другими методами, и UnixVM из разряда, то есть, каждая единица занимается своей задачей, там, LVM нарезает, ну, там, из нескольких дисков собирает, там, один виртуальный, да, и так далее. Но в этом, как раз-таки, и прелесть ZFS в том, что он знает, где что лежит, он это группирует и дает тебе на выходе фишки, которые с помощью этого можно достичь часто бесплатно. Естественно, у него, да, есть там свои ограничения, он не серебряная пуля, ну, давайте перечислим, да, что он дает, то есть, ZFS сделан с упором на целостность, то есть, вопрос безопасности данных, вот, если вы хотите безопасно хранить данные, то, в общем-то, на рынке из предложений, в общем-то, кроссплатформенных – это ZFS. Конечно же, можно собрать на DM Integrity, LVM, еще FS, но базовые тесты показывают, что это быстро скатывается по перформансу, к сожалению, в маленькие цифры. Вот, дальше, соответственно, ZFS – это copy-on-write файловая система, он никогда не пишет в одно и то же место подряд, то есть, он всегда пишет в новое место. Из этого могут вытекать интересные вещи, то есть, из самого copy-on-write, вот, это единственный факт, что ты оперируешь навсегда новым блоком. Тут подмешивается нюанс в том, что тогда тебе не нужен журнал, да, который используется в других файловых системах, чтобы обеспечить какую-то консистентность. Потому что, давайте рассмотрим, представим, что мы – какая-нибудь база данных, например, MySQL, Postgre, кто что любит, да. У баз данных по умолчанию есть такое понятие, как val. Это val-log, так называемый. Right-ahead-log, да. Мы пишем подряд, что мы делаем в виде лога, то есть, просто дополняем файлик в конце, и потом изменяем уже наши какие-то сложные структуры на диске, изменяем там конкретное место. То есть, таким образом, любая база данных на классическом файловых системе журналом, она запишет сначала в val-log, потом запишет в свой файлик. Блок данных уже поменяли. Да, блок данных фактически. То есть, получается вот такая двойная запись автоматом, да. При этом мы ждем, когда нам файловая система скажет, что да, на самом деле данные на диске, и вот все это вот приумножается, да. Что нам дает в такой ситуации Copy and Write? Это то, что наши старые данные, они не меняются. И мы можем, в общем-то, вот так вот, как сказать, этим вариантом заменить журнал в какой-то мере. То есть, то, что у нас было раньше, мы всегда сможем восстановить. И пока мы это не перезаписали, конечно же. Ну да, мы как бы не боимся за повреждение данных, потому что их нельзя повредить, потому что они всегда пишутся в новое место. Ну да, да, да. То есть, сам Copy and Write процесс, он не дает, как сказать, по умолчанию вот такого гарантии, да. Но если рассматривать ZFS, его особенность в том, что в его основе так называемый Merkle 3, дерево Merkle. И у него всегда консистентное состояние. За счет чего? Он работает транзакционно и атомарно при этом. У него всегда есть дерево блоков. И каждое состояние системы, оно в конечном итоге с самого низкого блока подсчитывает хеш-суму и доходит до самого верхнего. И хеш-сума верхнего блока позволяет валидировать состояние файловой системы на единый момент времени, на момент транзакции. Соответственно, это нам дает, вот к чему я все это, да. Вот у нас есть база данных, вот есть валлог, есть данные. И если наша файловая система всегда атомарна, то мы, например, можем себе позволить в таких ситуациях даже и отказаться от валлога, потому что он как бы у нас гарантируется транзакционностью файловой системы. Тут, конечно же, есть другие нюансы, что тогда нам нужно уметь с файловой системой говорить на ее языке, транзакциями манипулировать и так далее. Это отдельный вопрос. То, что эти логи некоторые базы данных используют для репликации. Но как пример, вот такой вот очень хороший получается, что мы таким образом можем на ZFS, например, экономить на чем-то. Сразу, в общем-то, скажу, что это может быть и минусом. Соответственно, эта процедура работы через Merkle 3, она не бесплатна. И, соответственно, чтобы иметь вот это вот консистентное состояние, тебе нужно провести все манипуляции по подсчету хэш-сум и так далее. Это дорого, конечно же. Это, то есть, дорого именно с точки зрения процессора, да? Или все же и с точки зрения доступа к данным? Потому что ты же данные должен прочитать, чтобы подсчитать их хэши. В первую очередь процессора, в вторую очередь данных, но с данными есть нюансы, потому что мы, то есть, у нас некоторые вещи относительно классических файловых систем дороже, а некоторые вещи дешевле. Вот, например, там мы говорили про журнал, да, вот журнал нам не нужен, мы на этом экономим. Но другая проблема, что, так как мы copy-on-write, соответственно, мы никогда не пишем туда же, соответственно, у нас фрагментация – это больной вопрос. И нам надо решать как-то вопрос чтения и его эффективности, да? Когда мы работали на жестких дисках, это было болью. Ну, этот вопрос был всегда болью. Сейчас SSD, конечно же, они выправляют это дело. Ну, тут тоже, конечно, дальше мы, я думаю, еще поговорим про всякие особенности, там, и про тримы, и про прочее, прочее, прочее. Но даже на дисках все равно, как бы, да, все пишут, что ZFS, в общем, ему, чтобы для нормальной работы надо, чтобы хотя бы там 20-30% свободного места было. Как раз-таки, я так понимаю, именно вот для этих самых более, скажем так, быстрых возможностей записи copy-on-write. Потому что оно постоянно пишет новое, и, как бы, конечно, нужно, чтобы было куда писать это. Да, это больное место любой copy-on-write системы, тебе нужно, то есть проблема авоцирования. Это больной вопрос, да, конечно же. И, да, рекомендация стандартная. На самом деле, вы на классических FF-системах тоже не захотите этого, потому что фрагментацию можно избежать только, там, при авоцировав последовательном, там, отрезок, работая только с ним, да? Да, но фактически таким образом мы, опять же, возвращаемся к прибиванию наших сущностей программы к конкретному диску, там, либо конкретно, ну, то есть мы теряем вот эту абстракцию, скажем так. Это менее удобно. Слушай, а давай просто, вот, может быть, расскажи общую, как бы, архитектуру ZFS, но вот просто есть, так, если высокоуровневый, да, посмотреть на это, условно говоря, есть, как бы, конечные, там, хардварные блок-девайсы, но, то есть, которые просто операционка видит, как некий блок-девайс, да, условно. И есть наша, вот, файловая система, когда мы, там, пишем файлики, соответственно, что, что, что вообще, из каких блоков, там, оно состоит, компонент, ну, там, наверное, вспомним, как раз-таки, всякие вот эти ARC, ZIL и прочее, ну, и интересно именно просто, что, вот, есть, как бы, там, не знаю, менеджер томов, как вот это все связано, вот, можешь про это немножко, так, высокоуровневый попробовать рассказать, вообще, какие есть компоненты. Да, давайте начнем с понятного и, как сказать, что мы можем представить, да, вот у нас есть набор дисков, там, да, в общем-то, давайте его, его называть диск, он и по-русски, и по-английски, да, так называется. У нас появляется над ними абстракция в виде, так называемого, virtual device, виртуальное устройство. В терминологии ZFS это VDEV, сокращенно. Это виртуальное устройство под собой может иметь различные реализации, то есть, как конкретно мы храним данные на этих дисках, это ответственность вот этого VDEV конкретного. И дальше из набора VDEV, сколько вы себе можете позволить, да, нарезать, мы составляем общий пул, это единое такое звено. Слушай, а сразу перебью, спрошу, а VDEV, он один к одному на физический девайс маппится, или он тоже некой абстракцией может под собой на самом деле там как-то? Он является абстракцией, то есть, вот реализация VDEV, ну, чтобы было проще понятно, есть VDEV Mirror, так называемый, то есть, зеркало. Что он делает? Он дублирует два диска. Есть реализация VDEV RAID Z, так называемый. Это очень грубо, похоже на RAID 5, 6, 7 реализации. Да, вот, кстати, на подходе, к слову, так называемый DRATE новый, distributed parity RAID, который, кстати, ну, не будем сейчас углубляться, наверное, попозже расскажу. То есть, это еще одна реализация хранения, вот как мы конкретно нарежем блоки на диски, чтобы при вылете там одного мы могли там что-то собрать и так далее. Или дать там, например, упор в перформанс. И вот на основе этого мы собираем потом пул. То есть, если перевернуть на классическое понимание того же MD ADMA, чтобы собрать там RAID 10, так называемый, то есть, это набор миреров, да, нам нужно сделать несколько VDEV-ов, миреры, и объединить их в один пул. И в итоге, то есть, каждый VDEV, это, по сути, страйп, то есть, отдельная единица хранения виртуальная. Вот. Соответственно, мы на всем этом деле, вот на этом пуле, так называемом, как-то что-то храним. Дальше мы подходим к вопросу, как логически делятся элементы в ZTFS. У нас есть три подсистемы. Первая подсистема отвечает за непосредственно нарезку на диск, ну, хранение данных на диске, storage pool allocator, так называемый SPA. То есть, этот элемент, он отвечает чисто вот. Вот. Я положил вот этот блок туда-то, образно, но с абстракцией от диска, вот главное. То есть, когда мы к нему обращаемся, мы видим вот единый пул нарезанный. Вторая абстракция, которая у нас есть, это Data Management Unit, так называемый. То есть, на этом уровне ZTFS, по сути, представляется обычной объектной хранилкой, когда мы взаимодействуем с этим элементом, Data Management Unit. То есть, здесь уже вот такая интересная картина выстраивается, что ZTFS, по сути, это объектное хранилище. Key Value Storage такой. Да, да, на самом деле, так и есть. И дальше расскажу, там есть реализации, когда там ее так и используют, в общем-то, с некоторыми модификациями. И вот третий слой, как раз таки, он пользуется этим объектным хранилищем, Data Set and Snapshot Layer, так называемый. То есть, как раз таки кусочек, занимающийся непосредственно файловыми системами, снапшотами и всем остальным. Вот этой логикой, которая уже близка к POSIX совместимым файловым системам, мыслим на этот счет. Вот, из этих трех, в общем-то, структур у нас все и состоит. Это мы говорим про сущности, которыми мы манипулируем, в частности, на диске. А дальше у нас есть подсистемы, которые нужны для эффективной работы всего этого счастья. Как мы уже говорили по поводу чтения, это больное место, и разработчики ZFS попытались его обойти, разработав очень хитрый кэш. Adaptive Replacement Cache, так называемый, ARC знаменитый. Он примечательен тем, что он делает упор на трекинге объектов, в частности, не только как Last Recently Used, то есть, кто был последний использован, а в частности, как Most Frequently Used, то есть, как часто пользуются объектами. К чему это все? Представьте, классический пейдж кэш Линукса, он Last Recently Used, LRU кэш, так называемый. Проблема таких кэшей, они легко вымываются. Ну да, вымывание – это стандартная проблема для таких штук. Да, если вы прочтете файл размером больше, чем ваша оперативка, то есть, ваш пейдж кэш в грубом варианте, то вы его по умолчанию вымоете, потому что по умолчанию данные, которые вы запрашиваете, вы запросите их из оперативки, из пейдж кэша, оно пройдет через них. И ARC – это замена пейдж кэша, только умная, скажем так, для ZFS. Почему она вообще нужна? Потому что, когда создавался ZFS, у нас основные, там, начало 2000-х, основные хранилки – это жесткие диски. У них маленький IOPS. И, соответственно, чтение копий-он-райт данных – это по умолчанию рандом. Естественно, мы можем использовать какие-то хитрости, они используются в ухищрении, то есть, мы можем попробовать аккумулировать данные в кучку, записать все-таки большим блоком. Если файл нам повезло, и он там лег в эту операцию весь, то он будет на диске последовательно представлен. Но по умолчанию проще считать, что эти оптимизации не срабатывают, то есть, когда мы рассматриваем самый худший случай. И на этот случай нам нужно умное кэширование. И ARK в этом плане очень спасает. Стандартные показатели, когда у вас там не полное перечитывание данных происходит постоянно, это нормальное использование – 99% попадания в кэш минимум. Если у вас меньше, то что-то не так, и стоит там дополнить оперативкой, например. Это мы поговорили про ARK. Дальше. Есть очень важный момент. Так как мы работаем с точки зрения… Мы пишем в ZFS транзакциями. И мы пытаемся, так как этот процесс очень дорогой, мы пытаемся набить каждую транзакцию максимальным количеством данных, чтобы сделать дорогостоящие нам операции. хэш-сум, построение вот этого дерева, запись метаданных, которые пишутся несколько раз для безопасности. Это все очень дорого. И тут появляется определенного вида журнал. С чего мы начинали и к чему пришли, что называется. Да, говорили, что журналов нет, можем отказаться. И вот тут такие вот появляются. Но, к сожалению, тут есть нюанс, что когда мы хотим очень быструю синхронную запись, и нам критично латент, то есть задержка записи, то хочешь не хочешь, у нас появляется какой-то журнал. Только здесь он сразу вынесен, как сущность, и ты можешь его там... Раньше это так называемые Zeus-рамы использовали. То есть любое решение, которое там персистентно позволяет некоторое время похоронить вот этот кусочек синхронной записи. Благо, дело, он обычно очень маленький. И эта подсистема называется ZIL, ZFS Intent Log. Она, в общем-то, занимается записью вот этого журнальчика, грубо говоря. Там есть нюансы, но мы не будем сейчас в них погружаться. Ага. Да, продолжай, конечно. Хотел дополнить, что это, на самом деле, основные такие концептуальные блоки, которые есть, и дальше можно раскладывать их поподробнее. То есть если мы говорим там про то же ARC, естественно, у нас не всегда все поместится в память, да, хотя хотелось бы. Там есть варианты, конечно же, вынести все это на более там быстрые, там, SSD отдельные, например, да. Это называется L2 ARC, Layer 2 ARC, второй уровень. Ну да, я вот только хотел как раз дополнить, что, в принципе, вот то же самое там ARC и ZIL, это на самом деле не прям обязательный компонент, а их может не быть, просто как бы, ну, будет чуть медленнее, скажем так, в некоторых случаях. Если у вас там не такая прям гиперактивная там эопса вы там гоняете, то, в принципе, ну вот там для домашнего хранилища, в принципе, можно и без них прожить, и, в принципе, никто не умрет. А если для какого-то высокопроизводителя, ну, то, конечно, эти штуки надо, надо, чтобы они были. И вот тут, ну, можем, наверное, знаешь, для тех, кто, опять-таки, там, не сталкивался, наверное, так и смутно себе представляет, можем попробовать просто обрисовать, что, в принципе, когда, ну, обычно там ZFS все же так вроде, наверное, применяется, когда у тебя действительно большая нагрузка на диск есть какой-то очень там, не знаю, много файлов вы храните, какие-то обращения, и действительно, ну, требуется какая-то скорость, там, лейтенции минимальная, и там, как бы, архитектура в целом, она, ну, подразумевает, у тебя не один, два, три, там, три, пять, десять, много дисков и много разных, там, быстрых кэшей, там, и, конечно же, SSD, и много оперативки, и вот этого все-все-все. Ну, может быть, ты так расскажешь, как, в принципе, обычно, вот, как бы, какие, какие бывают паттерны, там, использования ZFS, то есть какие-то обычно, там, такие типовые, ну, более-менее в каком-то смысле в вакууме конфигурации, чтобы немножко так представить. Да, в том апреле ZFS, что ты можешь его, то есть это удобный конструктор, никто тебя не обязывает, ну, задействовать обязательно какие-то отдельные SSD-шки, что-то еще, по умолчанию ты можешь создаваться хоть на файлике. Это тоже, кстати, очень удобный вариант теститься, вы можете создать пул прямо на файлике. Вот. Да, по поводу использования. Это, ZFS, это локальное хранилище, то есть, когда мы говорим про него, мы по умолчанию говорим, что это хранилище в рамках одного хоста. А тут, в общем-то, спектр применения просто огромный. Начиная от домашнего использования, где обычно не самое дорогое оборудование, не самые быстрые диски, да, и мы можем позволить себе использовать процессор, да, на какие-то дополнительные вычисления. Продолжая там классический вариант, там NFS-хранилище, одно единое, да, там уже больше дисков, там мы уже начинаем задумываться, а вот там синхронная запись, да, вот там кэш, что-то еще. Мы можем, да, конечно же, подставить дополнительные блоки в виде SSD для этого и заканчивать какими-то крупными хранилками, когда под нами там в рамках одного пула больше 100 дисков, все это должно как-то крутиться и как-то еще восстанавливаться, если у нас диски вылетели. То есть это больная проблема любой большой хранилки. Вот, из этого всего я бы описал, да, как раз-таки блоки, которыми мы оперируем. Я перечислил ARC, ZIL и так далее, то есть по умолчанию это не какие-то диски, которые мы будем использовать, да. ARC, ZIL – это понятие виртуальное, которое всегда есть в ZFS. ARC – это кэш в оперативной памяти, ZIL – это журнал, он всегда есть в пуле. Но у нас есть возможность вынести некоторые вещи на отдельные, более быстрые носители. То есть ZIL мы можем вынести в так называемый S-Log диск, это какой-нибудь супердорогой там оптан, да, например, в настоящее время. Он на самом деле не должен быть большим, потому что синхронная запись обычно идет мелким блоком, и нам важно как можно быстрее записать его, а не как можно больше данных. И он нам нужен на чтение только при сбое питания, потому что по умолчанию у тебя и так все будет идти стандартным путем создания транзакционной группы, так называемой TXG, вот этой вот единой транзакции. То же самое правило 2.ARC. Мы можем дополнить ARC одним или более SSD и выгружать на него только определенный вид данных. Либо мы будем кэшировать только метаданные на нем, либо данные еще. Будем ли мы туда загонять данные, которые последовательно прочитались или случайно прочитались с основного ханилища. То есть тут тоже очень много вариаций, как это все настраивать. И вся прелесть в том, что из этого конструктора можно создать много чего. Очень много настроек можно покрутить. В этом тоже одна из прелестей. Ты можешь, как у тебя пятка зачесалась, какой у тебя профиль нагрузки, то ты можешь оптимизировать. Начиная от размера блока, которым мы оперируем, то есть у нас Copy and Write, мы хотим соптимизировать. Это одна из оптимизаций, кстати. Мы по умолчанию пишем большим блоком, нежели в классических файловых системах. Там по умолчанию, например, это 128 килобайт в случае обычной файловой системы. И тут настраивай как хочешь, что называется. Ну, настроек в ZFS, да. Если сделать ZFS get all или как, я уж не помню, параметры, то там, конечно, несколько экранов просто пролистывайте изучай. Да, тут я бы вернулся как раз, то есть зачем нужен ZFS как таковой, да. То есть почему бы не использовать другие абстракции, да. Вот я говорил уже про целостность и консистентность, да. То есть ZFS сделан для максимальной надежности. Вот, кстати, вот пока вспомнил, есть миф, что для ZFS обязательно регистра ECC памяти. На самом деле это миф, она нужна для любой файловой системы, просто в ZFS об этом честно говорят, что ребята, если вы все-таки хотите сохранить ваши данные, то уж будьте добры, что называется. Ну вот. Дальше. Так как ZFS это такая прослойка, там есть кэширование. Очень удобная штука на самом деле. То есть LZ4 кэширование, которое сейчас используется по умолчанию в нем, оно без проблем выдает до там гигабайта в секунду на одно ядро по сжатию. Соответственно, если мы говорим про нагрузку многопоточную, то процессор очень эффективно можно и утилизировать. Ну, LZ4, давай скажем, это просто сжатие на лету, которое при минимальных накладных расходах процессора, так сказать, позволяет экономить немножко места. А иногда и немножко даже. На самом деле не только место. Когда мы ужаты по EOPS, например, это тот же самый жесткий диск, мы экономим, в частности, EOPS, взамен процессора. Ну да, да, конечно, за счет меньшего количества записей, безусловно. Да, да. То есть тут бывают интересные кейсы, когда мы там зажимаем у SQL, который обычно очень хорошо жмется, когда под нами вот так вышло, что не совсем там дорогая SSD-шка или что-то, включив LZ4, можем хорошо выиграть. Вот. И, соответственно, еще один важный момент, который, в общем-то, озвучил, это атомарность. В ZFS у тебя все атомарно, и из-за того, что мы используем Merkle 3, мы можем, по сути, очень бесплатно делать те же снапшоты. Эта операция в ZFS по времени константно и не накладывает никаких на тебя дополнительных расходов с точки зрения дальнейшей работы с этими данными. И вот это вот одна, еще одна из прелестей ZFS, потому что снапшоты можно очень удобно передавать куда-то еще, потом передавать их инкрементально. Те, кто пользуется бэкапами через ArcSync, да и вообще через что-то, поймут, что это за боль, когда тебе надо узнать, да, что изменилось в твоих данных. А тут инкрементально все быстренько, готово, отправило, оно еще там целостность на другой стороне проверило и сказало, что да, все хорошо. Слушай, ну, как бы снапшоты, это, по сути, знаешь, так если провести аналогию с Git, по сути, просто тег, то есть просто некая ссылка на некую версию, начиная от рута, так сказать, всех-всех данных, всех блоков, из которых он состоит. Правильно я тебя понимаю? Да, это на самом деле специально помеченный, неудаленный уберблок, так называемый, то есть вот этот основной блок, самый верхний. Ну, я так и понял, да, рутовый блок, как бы, скажем так, до которой, с которого дальше все идет. Это прикольно, кстати говоря. Знаешь, тут, кстати, можно вспомнить, когда-нибудь до меня наконец-то дойдет, я думаю, еще Коля Самохвалов из Postgres, и он расскажет про то, как они благодаря снапшотам ZFS очень быстро могут разворачивать разные версии для тестирования Postgres-овских там дампов. Да-да-да, когда ты попробовал, это ты на это подсаживаешься и уже готов. На самом деле вот так и происходит. Ты прекрасно понимаешь, что это все не бесплатно с точки зрения производительности, но когда ты видишь, как это работает, ты просто вот, ну и пофиг, что 50% там в худшем случае, да, я потеряю на что-то. Выигрыш часто очень ценный. Слушай, а расскажи, вот если сравнивать ZFS как там, не знаю, с хардварными аппаратными рейдами и прочими, да, ведь то, что вот раньше, ну да и сейчас, в принципе, все равно там уже, и производители так вообще, я так понимаю, они всегда хвастаются, что вот у нас там, значит, там hotswapный рейд-контроллер, вот это все-все-все, и в принципе, ну понятно, что если хардварный, то там все быстро, и опсы, вот если сравнивать как бы, ну, плюсы-минусы, как бы подходы и использование каких-то вот софтверных решений, в том числе, конечно же, ZFS, то вот что ты думаешь про это? Классический вопрос. Ну, конечно, а я не мог его не задать, ты же понимаешь. Нет, правильно, на самом деле вопрос очень интересный. Давайте, да, перечислим плюсы и минусы, да, то есть какие плюсы объективные у аппаратного решения? Мы переносим определенную нагрузку на вычислительную, да, на его процессор, надеясь, что он сможет справиться с ней, да, мы можем себе позволить, если в идеале, да, это аппаратный рейд-контроллер с какой-то неорганизмой памятью или с чем-то еще, да, то есть с кэшом, мы можем позволить себе переложить ответственность проблемы с синхронной записью на него. В общем-то, да, еще вопрос менеджмента на него перекладывается, но все, давайте поговорим по ZFS теперь, да. Да, мы используем процессор, да, мы должны решать как-то вопрос с синхронной записи отдельно. Ну, как мы уже говорили, в общем-то, этот вопрос решается, есть куда, конечно, стремиться. Вот, и мы не завязаны на железо, мы можем работать вообще где угодно, ZFS может, ему не надо даже указывать порядок, ты можешь ему указать папочку, что вот в этой папочке лежат диски, собери из них пул, у него все помечено как надо. Вот, и основной минус из этого аппаратного решения то, что в случае выхода из строя его мы будем вынуждены искать аналог полный. Это там такая проблема, да. Возвращаясь к основному вопросу, аппаратный рейд не знает про данные ничего, он знает только про блоки. Соответственно, он не может как-то оптимизироваться под конкретную ситуацию. И тут, кстати, очень важный момент, который нечасто упоминается, что в случае аппаратных и софтуарных других решений мы, по сути, настраиваем единожды, то есть у нас есть общие настройки, что размер блока будет такой-то, да, например, там, страйпы будут такие-то там, и все. И у нас есть один том, с которым можно работать только так эффективно. В случае ZFS выходит еще один плюс. Ты можешь настраивать, вот как тебе ляжет на душу, что называется. Тебе нужен отдельный датасет. Датасет – это в терминологии ZFS отдельный файл. Ну, представьте, отдельная файловая система. Ты можешь создать отдельный датасет под, в случае там, если говорить про базы данных, под основные данные. Ты можешь создать отдельный датасет, оптимизирован под его валлок. И это все будет эффективно и на ходу работать. И ты, соответственно, в рамках одного пула, да, Z-пула можешь создать несколько датасетов с разными размерами там блоков, вот это все-все-все. Да, в этом вся прелесть. То есть, имея один пул, ты можешь настраивать под любую операцию, хоть каждый датасет под каждую операцию отдельный делай. И настраивай его вот как тебе хочется. То есть, мы максимально подстраиваемся под приложение. Вот. Постарался описать плюсы-минусы. То есть, основные плюсы ZFS – это софтварное решение, очень гибкое получается, да. Плюс аппаратного рейда – то, что, да, он пытается переложить некоторые вещи на себя, но есть цена у этого тоже. Ну, да. Слушай, а вот насколько перенос дисков, то есть, если взять… ведь я правильно же понимаю, что там в случае ZFS, да, все метаданные, они пишутся прямо в блок, ну, в смысле, прямо в заголовок диска, условно говоря. Я, в принципе, даже если у меня там, не знаю, сдох сервер, то я просто вытащил эти диски, пошел в другой сервер, воткнул, ну, условно говоря, там, да, главное, наверное, чтобы был тот же Linux, но есть та же версия ZFS, да, условно говоря, и просканировал, он их найдет, и из них сможет снова собрать тот же самый там пул. Или же какие-то тут есть тонкости, особенности. Да, все верно. То есть, немножко подробнее. Любое софтварное решение, оно может, в общем-то, примерно так же сделать, да. Там, в худшем случае, ты будешь иметь где-то еще рядом информацию о строении этого массива, да. Но в случае ZFS, он хранит всю эту информацию на каждом диске. И тебе даже порядок не надо указывать. Ты просто говоришь, что вот там где-то есть пул. Пожалуйста, импортируй его. Все. И он либо найдет все и скажет тебе окей, да, либо скажет, что пошло не так. Естественно, ты можешь там уже дальше как-то на это отреагировать, да. Например, если рассматривая худший случай, да, у тебя там что-то побилось, да, там какой-то из дисков неживой, ты можешь на это отреагировать. И вот такая вишенка на торте, ты можешь указать то, что, знаешь, вот последняя транзакция, она и вправду не совсем рабочая, да. Откатись, пожалуйста, на предыдущую. И все. И magic. Вот просто все работает. Да, хорошо. Интересно, интересно. Очень заманчиво звучит. Ну, давай еще поговорим. Вот мы уже вначале немножко упоминали, что, конечно же, вот всякие такие штуки, они, в общем, не даются бесплатно. И вот, наверное, такой один из ключевых моментов интересных – это фрагментация данных, да, потому что copy and write, постоянные новые блоки, а в старых мы там, соответственно, какой бы ни был блок, все равно всегда будет ситуация, когда ты, во-первых, там и блок не полностью записан, и какие-то блоки уже не нужны, они помечены, как там, не знаю, условно говорю, удаленные, появились дырки, а туда надо записать новые данные. И вот, соответственно, что с этим делать, и какие, как ZFS себя в этом плане, что она делает, какие там подводные штуки используются, подкапотные, чтобы это как-то оптимизировать эти процессы, там, ребалансировки, прочие, прочие вот эти штуки. Расскажи. Да, начнем с простого. В ZFS у нас пространство разрезано на так называемые мета-слабс, насколько я помню это называется. В общем, у нас есть определенное пространство, единицы, да, такие вот, вот тут вот столько-то есть места, которые трекают, что вот это место свободное, это место занято. Это вот как раз на уровне SPA, Storage Pool Locator происходит. И мы в рамках этих отрезков работаем и пытаемся найти при каждом алоцировании наиболее подходящий по определенному алгоритму, да, когда у нас много места в пуле, мы можем подбирать именно наиболее подходящий с точки зрения, а побольше, да, где место. То есть более эффективно записать с точки зрения дальнейшей фрагментации. То есть если мы пишем блоком 1 мегабайт, да, мы настроили блок там тоже рекорд-сайз, так называемый, 1 мегабайт, да, мы можем цельно это все записать хорошо. Когда у нас места становится мало, включается другой режим локации, он сильно дороже, он ищет уже в принципе где-нибудь хотя бы место найти. Ну да, такого заданного требуемого размера. Ну да, то есть проблема, когда места мало, естественно, его мало, да. Извинию за тавтологию. Вот. Из этого приходит очень интересный вопрос. Точнее, момент, что в рамках ZFS у нас проблема, возникает еще освобождение данных. Вот как мы говорили, снапшоты как бы бесплатные, да, но определенная нагрузка на тебя ложится, когда ты его удаляешь. У тебя появляется список, который надо освободить в этих отрезках места. И ты, да, у тебя на фоне работает операция освобождения. Такой вот интересный момент. По поводу эффективности, как, в общем-то, это звучит, если мы будем пробегаться по каждому этому отрезку, это слабо, то, соответственно, это будет дороговато и не быстро. Вот недавно, в общем-то, этим вопросом занялись, и сейчас в мастере находится патч, отлеживается перед стабильным релизом, который начинает записывать информацию об изменениях в метаслабах в виде лога. Потом уже его приводить к фактической структуре. Соответственно, уменьшаем нагрузку на запись на диск фактического месторасположения данных. Ну, в смысле, что при записи не надо вот это все анализировать, а чуть быстрее происходит в записи, да? Ну да, то есть по умолчанию, насколько помню, у тебя на каждый VDEV создается 200 метаслабов, и вот у тебя что-то изменилось, тебе надо метадату, про эти 200 метаслабов записать каждый раз, на каждый VDEV. В настоящий момент в стейбле это пишется постоянно на каждый VDEV, а в мастере сделана оптимизация, которая пишет регулярно лог на один из них, а потом в нужный момент дособирает данные из этого лога. Ну, то есть очень похоже, вспоминаем про разговор про базы данных, вал лог, из которого мы, если что, достроим, да? Очень уж это похоже. Ну да, да, да. Тут есть много аналогий, да. Да, это вот всегда, знаешь, как бы так, вроде там вначале начинаешь говорить, ну, как бы идея вот там ключевая такая, да, но потом появляется много каких-то вот сбоку, так сказать, пограничных узких мест, и так или иначе все технологии, лучшие как бы заимствования из каких-то других направлений, они, в общем-то, пронизывают друг друга, и получается, что действительно, да, мы, так сказать, у нас там copy and write, но иногда для многих трех целей вот так нужен журнальчик, потому что… Да, все абсолютно верно, да. У каждого решения свои минусы, к сожалению. Да. Ну, хорошо, ладно, про журналы, так сказать, в смысле, про фрагментацию более-менее поговорили, хотя еще смотри, а вот когда ситуация, когда вот там один какой-то блок данных, он не может поместиться, ну, нету для него целого готового места, а есть два кусочка. Вот такие ситуации, они бывают, возможно, то есть, когда часть как-то данных получается переносится, или вот блок этот, который есть, соответственно, если меньше нет, то значит еще считаем, что места нет записать. Если правильно помню, то он должен разбить этот блок. Вообще, особенность ZFS сейчас в том, что он… ну, сейчас нет механизма, чтобы на ходу уже записанные раньше транзакции и данные в них, да, как-то модифицировать и переложить, то есть, это еще в проработке, к сожалению, механизм, так называемый блок-поинтер-ревайт, то есть, нам нужно изменять данные, которые уже лежат, и ссылки к ним. К сожалению, это не так просто, и на ходу это делать сложно. Вот, и да, в худшем случае, когда вы забили все, это очень большая проблема, но на эту ситуацию любая копион-райт файл-система обычно закладывает резерв, но, в общем-то, она и в обычных файлухах есть всегда, то есть, у вас есть какой-то процент зарезервированного места для работы, потому что, если вы забьете абсолютно все, то практически любая файл-система станет ковым, к сожалению, это возможно. Ну, естественно, это обходится вот этими резервами. Понятно, слушай, ну, про такие вроде основные моменты какие-то обсудили, не зная, что еще мы там и забыли из каких-то технических подробностей, может быть, в процессе еще вспомним, а расскажи немножко, вот знаешь, еще так, если прям совсем откатиться по истории, вот есть как бы там OpenZFS проекты, есть там ZFS on Linux, вот как они появились, ведь я, насколько понимаю, ZFS изначально появилась в Solaris, ну, то есть, в Enterprise, платно, вот это все-все-все, и вот как оно, я так понимаю, потом был fork, соответственно, который превратился, видимо, во что, в OpenZFS, или я уже путаю, вот поправь меня. Ну, примерно, да, то есть, все началось в начале двухтысячных, Сан сидел и подумал, что, ага, у нас есть UFS, но хотелось бы что-то более интересное, да, и придумали Zetabyte файл-систем, да, у которого лимиты многих вещей задраны просто до небес, там, насколько помню, чтобы... Есть какая-то история по поводу того, что, чтобы хранить нужное количество данных в ZFS, которые там выставлены по максимуму, нам нужно скипятить весь там океан, такая байка ходит, вот, то есть, это файл-система с заделом, с большущим заделом на будущее. Да, все это жило прекрасно в Сане, они выпустились в OpenSource в виде OpenSolaris, потом пришел небезызвестный Oracle, и началась, в общем-то, другая интересная история. Перед тем, как пришел Oracle, FreeBSD успел притянуть к себе код, были наработки, в общем-то, насколько помню, и у Apple, у Apple вообще интересная история произошла, они уже встроили, видимо, видимо, перетянув из FreeBSD реализацию в ядро, но в последний момент, когда пришел Oracle, отказались от этого и плюнули, видимо. Эх, жалко. На самом деле, там не все так просто, ну, не все так плохо. Комьюнити успешно использует код ZFS on Linux на Mac, и, как ни смешно, ZFS – это одна из наиболее таких гибких файл-систем, которая практически на каждой операционке доступна. То есть, сейчас она доезжает и до Windows в полноценной реализации. Она, ну, естественно, еще в Альфе, но это будет, там будет все работать. Классно, классно. Вот. Возвращаясь к вопросу, когда пришел Oracle, он закрыл код, естественно, желающие продолжать это начинание, они сначала работали в рамках OpenSolaris'а и отпочкованных от нее операционок. Потом появился так называемый OpenZFS, под которым попытались собрать все усилия как-то куда-то в одном месте. Да, все усилия в рамках Illumos'а, так называемого это форка OpenSolaris'а, на основе которого все это происходило. В общем-то, из этого форка тянулись изменения в другие проекты. И, в общем-то, OpenZFS – да, это вот такое начинание. Касаемо ZFS on Linux, у него немножко другая история. Началось это тоже с портированной ZFS, но для определенных нужд ребята из Ливерморской национальной лаборатории в США использовали люстру, Luster, так называемая FS. Ее особенность – то, что она использует под собой еще одну файловую систему L-DiskFS, это подвид EXT3, который в конечном итоге и в четвертый превратился. И ZFS туда притащили, чтобы использовать его взамен L-DiskFS. И, в общем-то, ZFS on Linux, он идет именно оттуда. Интересно, вот этого я не знал историю. Да, автор Брайан Беллендорф, который начал это все дело. И, в общем-то, он до сих пор является майнтейнером всего этого счастья. Вот, продолжая историю. Был OpenZFS. Первая проблема, которую надо было решить – это версионирование. То есть, у нас есть RockLow из ZFS и OpenZFS. Естественно, они будут отличаться. То есть, как-то надо развиваться дальше. RockLow из ZFS мы не можем повторять. OpenZFS пришел к решению версионирования отличному от Орку. Изначально у пула и у датасета в ZFS была версия. Все очень просто. То есть, приехал новый Solaris, у тебя есть возможность обновить пул, получить какие-то фишки, ну и версия поднимется соответственно. Она может не импортироваться в старом коде, либо импортироваться только для чтения. Ну, вот это все вот так работает. В OpenZFS что сделали? Проблема. У тебя есть много реализаций. FreeBSD, Linux, что-то еще. Да, там в Solaris тоже приключения были. Были даже проприятарные какие-то решения. Тебе надо как-то связывать все наработки. Придумали очень неплохую штуку. Так называемую feature flags. То есть, флаги… Как это правильно перевести-то? Ну, просто как бы что-то назовем каких-то возможностей, новых штук, так сказать, плюшек. Ну да. Я думаю, что народ понимает, что такое feature flags. Соответственно, ты взводишь флажок, то что вот у меня есть LZ4 сжатие теперь на пуле. И как-то на него смотришь в дальнейшем из кода. То есть, я поддерживаю, не поддерживаю, а импортируется ли он только на чтение. То есть, у каждого флага есть подпись, можно ли его импортировать на чтение. Потому что многие вещи важны только, когда ты изменяешь структуру. И поехали вот с этим. То есть, каждая реализация начала обрастать своими feature flags'ами, кто куда шел, и все это пытались как-то мержить. Все это плясалось вокруг Illumus, где была эталонная реализация ZFS. Но, к сожалению, Solaris, он, по-моему, все-таки теряет свою популярность именно в части OpenSolaris, да, деривативов. Ну да. Мне тоже так кажется. Да. И, в общем-то, возвращаясь к вопросу, что я делал в этом проекте изначально, на момент, когда я пришел в 2016 году в проект, было очень много изменений, которые не были перенесены в ZFS on Linux. И, в общем-то, в качестве практики я начал бэкпортинг. И дошло до того, что где-то около ста больших изменений, в общем-то, за моим авторством перенесены. В какой-то мере я, кстати, чувствую, в частности, свою заслугу за то, что OpenZFS – это теперь ZFS on Linux. Потому что оказалось так, что в прекрасный момент где-то в 2018 или 2019 году, что ZFS on Linux-то свежее, чем Illumus. Да, да. И из него уже тащить надо. Слушай, а, кстати, тут ZFS on Linux, слушай, я как бы сам его юзаю у себя, собственно, там на домашнем сервачке уже тоже, не знаю, сколько лет, лет, ну, наверное, 5-то точно, может быть, где-то в тех краях, ну, не важно. И как-то сначала он так, ну, не очень как-то развивался, потом был какой-то период, мне кажется, прям активно новые версии выходили. Сейчас какая-то более-менее какая-то такая стабилизация возникла. Или вот как-то нет, или это просто мои такие субъективные ощущения? Ну, в целом, я с тобой согласен, то есть до где-то 16-го года они определенное время не релизились публично, как полностью стабильная, как сказать, файлосистема для различного использования, да, потому что решение изначально все-таки заточено под какие-то большие хранилища и под промышленное использование. И вот в момент на версии 0.6.5, насколько помню, вот как раз в момент, когда Proxmox начал их использовать, когда Ubuntu начала задумываться, пошел вот такой вот рост интереса. Плюс приехали некоторые новые интересные фичи, например, это нативное шифрование заехало в 0.8 наконец-то. Это такая большая долгожданная фишка. Расскажи чуть бы подробнее, это использование послеаппаратных средств для шифрования или что имеется в виду? Ну, технически это возможно, конечно, но сейчас используется, ну да, там IS-NI, насколько помню, используется ускорение. История этой штуки следующая. Есть компания, конкретно называющаяся Datto. Они занимаются бэкапами, в частности, бэкапами данных в США. Они базируются на ZTFS. И реализация, которую они предложили нативного шифрования, она прекрасна чем? Она шифрует только данные и связанные с ней вещи. Она не шифрует информацию о датасетах, не шифрует большую часть метаданных. То есть информацию о территориях и так далее она зашифрует. Это DSL уровень. А все, что ниже, DMU и SPA, она не шифрует. Что это дает для компании, которая занимается бэкапами? Ты можешь зашифровать данные на стороне клиента и не отдавая ключ, отправить их сначала полностью, потом инкрементально, опять же без расшифровки какой-либо, принять на той стороне их инкрементально, без расшифровки. И вишенка на торте, ты можешь проверить целостность так называемых скрабов из ETFS. То есть очень удобный механизм получается для них. Ну и в целом, соответственно, для сообщества. И все это работает так же, в общем-то, выставив один параметр и введя пароли один раз при загрузке, например. Мы получаем очень классное решение по бэкапированию. Ну это, кстати, очень клевая штука, да, потому что когда у тебя большие объемы данных, если ты шифруешь там неважно на уровне блок девайс, ну короче, в каком-то низком уровне, то ты как бы теряешь всю информацию о том, что там есть. И ты должен как бы целиком всегда передавать, ну потому что изменение одного байта, да, там бита меняет как бы вообще весь блок. А тут ты оставляешь всю семантику, ну мета-информация имеется в виду, да, и как бы не имея доступа именно к непосредственно пользовательским данным, такую штуку. Прикольно, это прикольно, да. Да, это очень классно. Вот проблема валидации еще главная стоит. То есть даже зашифровав, положив там, не знаю, лаксом или чем-либо еще, да, неважно чем, зашифровал ты данные, да, чтобы проверить, а целы ли они, ты должен их полностью расшифровать и проверить еще раз. Да, да, да. Это очень дорого и долго. Опять же, если ты продолжаешь и делаешь какие-то инкрементальные вещи, ты должен делать это полноценно для всего этого дела. И вот эта реализация, она очень классная тем. Тебе, ну, от многих вещей ты избавляешься. Да, это супер-супер. Хорошо, да, расскажи, что еще такого там интересного было. Вот, там было очень много правок, то есть я на память лучше мне не верить, лучше посмотреть просто описание изменений. Там на самом деле большие изменения, начиная от этих бэкпортов из upstream'а там 0.7, если версию смотреть, и заканчивая вот этими фишками. Из интересного, в версии 0.8 вышла, это special allocation class так называемый. Что это такое в переводе на русский? Да, вот у нас есть видевы, они хранят информацию, там под ними строятся мирры и так далее. Проблема. У нас есть огромное количество медленных, жестких дисков, да. Да еще используется там реализация видева, там, RAID-Z, да. Его особенность в том, что он не сильно заточен на EOPSE. Сделано это осознанно с целью целостности. То есть, он всегда атомарен, но это его и беда, соответственно. Он должен записать всегда на каждый диск все, и только после этого закрывать транзакцию. Вот, это я все к чему. Читать метаданные, мелкие блоки с дисков дорого, особенно из таких вот медленных решений. Что такое special allocation class? Это специальный VDEF, который помечен, что вот сюда пиши только, пожалуйста, метаданные. Или вот сюда пиши там еще блоки меньше 4 килобайт. И вот получается очень классная схема, когда мы можем использовать под большие блоки медленное, но дешевое HDD-хранилище большое, огромное, да, там большие полки, там 100 дисков и так далее. И рядом поставить SSD-шечки, которые будут очень резво обслуживать его по метаданам. И хранить какие-то мелкие файлики. Это вот одна из таких долгожданных фишек. Классно. Слушай, а вот с этим все хотел спросить. А вот есть ли какая-то зависимость или там деградация скорости работы ZFS-кластера в зависимости от количества дисков? То есть вот когда у тебя там 10, 20, 30, не знаю, 50, 100 и там разница 1, 2. Ну, 3, 5, условно говоря. То есть на порядок, когда разница. Или это все же, опять же, просто на уровне типа там, если у тебя там RAIDZ или MIRA, ну, MIRA, значит, пишем на 2. Что мы пишем на 2, а вот эти, что мы пишем на 2 из 200, как бы, неважно, скорость, как бы, она не зависит. Либо есть какие-то накладные расходы вот по там синхронизациям, еще каким-то вещам. Ну, с чего стоит начать? Один блок, он всегда приедет только на один VDEV. То есть если мы, там, не знаю, у нас файлик мегабайт, да, там мы делим его там по 100 килобайт блоки, да. Один 100 килобайтный блок всегда будет лежать только на одном VDEV. И дальше уже мы как-то его там резервируем снизу там MIRA или что-то еще. Что из этого исходит? Набив пул сотней VDEV, мы, к сожалению, в один поток будем писать только на один из VDEV. Но из этого исходит и прелесть, что если дать нагрузку многопоточную, да, там, тысячи клиентов и так далее, они смогут эффективно использовать каждый VDEV. То есть мы сможем независимо разбросать доступ очень эффективно. Вот. Соответственно, возвращаясь к скалированию. Естественно, добавив там плюс 5 дисков, мы не получим полностью линейного роста. Но зависимость, она, в общем-то, не падает с количеством. То есть только когда мы упремся в, опять же, ситуации, когда там один поток что-то пытается сделать. Ну, либо вне идеальность кода, естественно. То есть никто не спорит, что есть реализация не идеальная. Слушай, слушай, а вот тут, кстати, вот расскажи, интересно, смотри, когда у тебя много дисков, как бы есть ли какой-то механизм, который, условно говоря, там, когда ты пишешь туда, обращаешься для записи дисков, ну, для записи информации, да, блоков, который понимает, а что сейчас, какой меньше всего загружен, куда стоит записать. Ну, то есть, условно говоря, знаешь, если там провести аналогию, когда у тебя стоит, там, не знаю, load balancer какой-нибудь, да, там, Nginx, не знаю, и вот он там, у тебя 10 бэкэндов, условно говоря, и он такой, так, этот что-то загружен, ну, вот следующий запрос пиши сюда, на этот. Вот есть что-то такое же здесь, то есть когда у тебя много VDEV, да, и приходят запросы на запись, условно говоря, и они такие, о, так, это туда, это сюда, или это, как это работает? Да, конечно, там есть диспетчеризация в этом плане и приоритеты. То есть, в чем еще прелесть ZFS, ты многие вещи можешь посмотреть, что происходит внутри. Ты можешь посмотреть, на какой VDEV конкретно нагрузка идет, да, каким блоком, с каким latency, там очень классные вещи для просмотра Eostata, так называемый. То есть, the pool Eostata показывает многие вещи, очень красивые в последних версиях. Это, кстати, то, чего не хватало в FreeBSD-шной реализации, вот оно скоро доедет уже из ZFS и Linux. Вот, и все это прекрасно видно, и ZFS, естественно, пытается учитывать это в работе. Он смотрит, кто менее нагружен, кто последний раз имел большую latency, то есть, если какой-то из дисков начинает хромать, да, у него latency поднимается, естественно, ZFS это видит. И в конечном итоге он отреагирует на это, там, выведение его из использования, да, по определенным тресхолдам, то есть, подсечке. И да, он, конечно же, пытается это проверять. То есть, если мы используем Mirror, тот же самый, там есть определенные оптимизации, в частности, на этот счет. Он попытается и параллельно считывать с обоих, да, чтобы максимизировать пропускную полосу и записывать, соответственно, он попытается оптимально тоже. Интересно, интересно. Кстати, только буквально сегодня, кажется, где-то проскакивала новость про то, что кодовая база FreeBSD перейдена на использование OpenZFS. Очень вовремя, да, мы с тобой записываем этот подкаст. Да-да-да, как раз, так сказать, в день нашей записи. На самом деле, это большая победа коллег. Они добивались этого больше года, то есть, это большая работа на самом деле. А что у них изначально, у них на чем был? Вот этот свой форк, который, да, так сказать? Да, у них был свой форк, они тащили свое, они оптимизировались, то есть, им полноценный форк свой. И тут они решили, так сказать, все же, все же, как бы, соптимизировать усилия, в общем, чтобы вот это… Вот это, кстати, стандартная проблема, проблема в мире OpenSource, как мне кажется, одна из таких важных, что… Проблема договориться, да. Да, что всегда, как бы, вот это вот есть какой-то проект, все-таки, о, мне что-то не понравилось, дай-ка я форкну и пойду свое писать. А потом вот так распыление ресурсов, хотя можно было бы попытаться их объединить в рамках одного и тогда просто получить один более, так сказать, фичастый, скажем так, какой-то проект, да, но вот не всегда, к сожалению, так удается там либо мейнтейнерам как-то договориться у всех, какие-то свои взгляды, мысли и вот это все. Да, вот тут хочу явно, вот опять же, вернуться к мысли, то, что ZFS – это один из наиболее кроссплатформенных проектов в настоящий момент, именно OpenZFS. То есть, FreeBSD уже в основной кодовой базе, туда скоро подтянется этот Макосовская реализация, туда же, вслед за ней, базирующаяся на Макосовской реализации виндовая реализация, которую тот же человек делает. Вот. И в конечном итоге и Люмус тоже туда хочет заехать. То есть, такая кооперация очень мощная получается. Классно. Слушай, а давай как раз тогда, мне кажется, вот и поговорим про вот это OpenSource, так сказать, комьюнити-составляющая этого проекта. Вот интересно, да, что, видишь, много таких разных, ну, серьезных проектов объединяет свои усилия, это круто. Расскажи немножко, как устроено, там, не знаю, ну, на примере ZFS on Linux проекта, вообще какая команда проекта сейчас есть, сколько там ключевых разработчиков, как устроены процессы разработки у вас внутри, вот, давай про это поговорим. Давайте говорить сразу в рамках OpenZFS в настоящее время, да, что происходит. Да, ну, давай, конечно. Есть мейнтейнер, Брайан Белддорф, есть несколько человек из его же ЛНЛ-лаборатории, кто мейнтейнет код. Есть большой игрок, как они называются, боже мой, Delphix компания, она в свое время перетянула, туда ушли многие корр-разработчики ZFS после Oracle. И они, в общем-то, и тянули в свое время и LUMUS, но три года назад, в частности, почему ZFS on Linux, да, начал активизироваться, они решили, что LUMUS, к сожалению, все. И перешли на линуксовую версию. Вот, там целая команда, человек 15, по-моему, их занимаются, ZFS в частности. Они, насколько помню, тоже продают хранилище на базе ZFS. Вот, это вторая команда, которая работает постоянно, тот же Datto. Ну, Таникс, насколько знаю, тоже использует ZFS, и я видел некоторые коммиты от них. Остальные, на самом деле, компаний, которые используют ZFS очень много, я не могу, так на память уже не перечислишь, да. То есть, ключевые, вот, наверное, вот, а, главное, что еще забыл, Luster, про который я говорил, Lustra, как я называю по-русски. Ну, да. Естественно, она пользуется ZFS, у них больше 40, по-моему, процентов уже инсталляций свежих на ZFS. Они очень оперативно реагируют на какие-либо проблемы и пожелания по коду. Вот, и много инициативных людей просто не из каких-то компаний, в частности. То есть, я занимаюсь этим в виде хобби в настоящий момент. Ну, тем не менее, ты все равно, как бы, ты же, как, сказать, у тебя есть доступ, там, коммита, так сказать, или как у вас это, по разграничению прав все это есть? Да, определенный доступ у меня в команде есть. Мы, если говорить про техническую сторону, мы хостимся на GitHub, если не заморачиваться вопросами, там, владения и лицензии, в общем-то, платформа очень хорошая для своих целей. Естественно, ты всегда успеешь переехать, да. Что еще рассказать? Технически мы используем. Ну, расскажи, как у вас просто построен процесс разработки. То есть, у вас есть какой-то там roadmap, как вы планируете там фичи, релизы, так сказать, где вы там тесты запускаете, свои билды и все это там на GitHub, какие-нибудь CI, там, actions, либо у вас какие-то, какая-то из компаний предоставляет вам, предоставила там мощности для всего этого дела. Да, у нас на основе билдбота есть мощности на Амазоне, по-моему, запускаются. Через GitHub-овский CI запускаем раннеры, тесты, чек-стайлы, что только можно. С точки зрения релиза и планов по разработке, в основном планы у всех свои, то есть, какой компании что нужно сейчас, то они, в общем-то, и тащат. Есть какие-то ключевые вещи на релиз, например, вот релиз 2.0, который будет следующим сразу после 0.8, он ставил перед собой ключевое, это импорт FreeBSD-шной базы. В общем, такое вот значительное изменение. Ну, естественно, там будут другие вещи, которые успели доделать. Из последнего, что заехал, например, ZSTD, компрессия, наконец-то доделали. Тоже очень долгий проект и больной. Тут, к сожалению, с точки зрения родмапа, это все-таки файловая система. Это очень проблема файловой системы. У тебя есть персистентность, и плюс ты очень сильно завязан на ней. Ты не можешь себе позволить многих вещей. И любое изменение, оно усволится очень долго и продумывается. То есть, изменения в 3000 строк ты не можешь просто так быстро принять. Это очень больно. И ревьюшки, и вливания, к сожалению, могут затянуться на год-два. До того момента, когда наконец-то до них доберутся полноценно проверять. И это все накладывает вот эти вот вещи, то, что нет такого жесткого плана, что вот в этом релизе мы сделаем то-то. Багфиксы, конечно же, выезжают. Ключевые вещи, ради которых там релиз выпускается. Ну, я понимаю, в общем, как бы типичный, так скажем так, для опенсорса, в общем. Ну, планируем что-то делать, как сделаем, так и выпустим. Ну, в целом, да. То есть, тут я очень агитирую сообщество, чтобы оно явно выражало свои желания. То есть, иногда банально попросить, а когда будет, да, и что я могу для этого сделать. Это очень сильно мотивирует и подталкивает людей. Ну, вот хорошо, да. И встречаюсь, да, с тем, что люди часто просто ноют о чем-то, что вот они там сколько лет, вот доколе и так далее. И при этом вообще никак не участвуют, просто даже не написав, да, то, что когда, чем помочь или что-то еще. Слушай, ну, не знаю, мне кажется, сейчас уже вот, мне кажется, слава богу, в последние годы это вообще поменялось, что, ну, вот эта открытость, там, все репозитории доступны, там, гитхабы, гитлабы. Пожалуйста, зайди там нажать, создать новую вишу, и это дело, там, не знаю, двух-трех секунд условно, да. И как бы, ну, всегда эта открытость, она вот так очень прям, ну, транслируется в общество, да. У меня, например, я всегда говорю, что еще ни разу не было, чтобы я не заюзал какой-нибудь там маленький open-source проектик, ну, неважно, там, прикладного уровня, да, и чтобы не нашлась какая-то бага, которую я не пошел, либо как минимум заведу вишу, либо даже, может быть, сразу патч-реквест, ну, пол-реквест пришлю на это дело. Это нормально и, как бы, правильно, и если тебе что-то не нравится, ну, зайди, напиши, как бы, как минимум выскажи, возможно, кто-то найдется солидарный с тобой, кто тоже заинтересован или как-то еще на это отреагирует. Мне кажется, это правильно, и надо приветствовать это дело. Всем бы проектом таких пользователей ответственных. Слушай, а ты, кстати, вот сказал, смотри, там, версия 0.8.4, по-моему, или 0.8.5, по-моему, какая-то. 0.8.4, да, последняя. Вот, вот, и тут сразу 2.0. Вот это тоже такая какая-то дань моди, вот это перескакивание с, там, нулей, как там, кто там, я уж не помню, 0.99 жил, да, и потом Vine, что ли, да, 0.99 был, 0.98, 0.99, и потом сразу, значит, там, 1, 2, 3, 5, 10 и так далее. Вот, и, то есть, как бы, семантично 7.0 вы как-то вроде бы должен быть поддерживаться, а тут как-то 2.0. Или это просто вот такая дань моди, что, ну, как бы объединили кодовую базу, давайте сразу там 25.0 версию выкатим. Насколько помню, там нет какой-то явной подоплеки, то есть, да, это, в первую очередь, то, что FreeBSD идет к нам, во вторую, что это OpenZFS, а не просто ZFS on Linux. И есть еще момент, то, что ZFS on Linux, он уже давно в стадии 0. что-то там. То есть, вот, определенный шаг еще делается, чтобы перешагнуть, то, что все, ребят, ну, мы уж, ну, куда уж дальше, да, там, в файловой системе 20 лет, реализации 15, ну. Хватит жить уже на нулевой версии, как бы. Типа мы тут еще только в Альфе в самой, да, только там первой. Ну, кстати, это и есть такая штука, да, и тоже, мне кажется, что последнее вот время, там, буквально не так много, не знаю, год, два, три, может быть, когда народ действительно стал вот это менять стереотип, потому что в мире там Linux в основном, да, было принято, что, да, там, живем 0, ну, потому что мы, там, первый раз создал, там, 0, 0, 1, что следующее, там, 0, 0, 2, ну, хорошо, 0, 1, там, и вот, там, поскольку все не быстро, ты, там, 0, 2, 0, 3, 0, 5, а на самом деле, если проект уже в продакшене, действительно юзается кучами компаний, ну, немножко странно, что продакшен-версия не мажорного релиза в единичке, там, ну и больше, да, нулевая, это, конечно… Ну, да, да, есть такое согласие. С точки зрения маркетинга, то, что, как ни крути, даже OpenHoot, он какой бы там ни был open source, и в свободное от работы время, и для себя, и все такое, но все равно маркетинговая составляющая есть всегда, да, и все равно, как бы, даже, чтобы и вовлекать комьюнити, и больше каких-то пользователей, как бы, 1, 0 версия, это явно привлекательнее, чем 0, там, 8, 4, которые, правда же? Да, я тут с тобой полностью согласен. Да, да, слушай, что-то хотел еще у тебя спросить про… А, ну, конечно же, да, вот, мэй, все это объединяется, все так здорово. Задам тоже, наверное, уже такой вопрос, который ты много-много раз слышал, это про ZFS, Linux и ядро. Вечная-вечная боль, там, как бы, вот, другие файловые системы, они идут из коробки в Linux, там, есть в Udre, соответственно, ты просто хочешь, там, не знаю, XFS, ты просто говоришь, все, хочу, там, новый диск в XFS и вперед, и он уже есть. А с ZFS, соответственно, надо пойти поставить… Там, кстати, еще интересный момент поговорим, если про Linux конкретно, да, то там есть две, два способа установки, насколько я помню, там, через KAB-мод и, собственно говоря, как подгружаемый, да, так сказать, модуль. Да, KAB или DKMS. Да, или DKMS, вот-вот-вот. Вот что, какие, интересно, просто у вас внутри сообщества разработчиков на эту тему идут, там, не знаю, дискуссии, или они уже давно затихли по поводу апстрима Linux-ового ядра, поддержки, вот это все. Ну, как тебе, пожестче начать, что называется? Не, а если по делу, на самом деле ситуация очень интересная, в какой-то момент ты начинаешь философски к этому относиться, а в ней ядра-то жизнь-то спокойнее, то, что ты сам все решаешь, тебе никто не навязывает. Ну, это так, лирика, да, что называется? Ну, да. Но она, на самом деле, недалека от правды. То есть проблема, да, налицо есть то, что GPL V2 и CDDL никто не собирается вливать друг в друга, да. Шакор, на который все его подбивают правдами-неправдами, а выпустите вы уже хоть что-то, да, там, открытое на эту тему. Ну, не факт, что это будет в ближайшее время, да, а там с Датрейсом всем повезло, да, они выпустили его. Вот с этим пока не очень. Но с точки зрения жизни проекта, если тебе нужен продукт, то, да, есть сейчас определенный ценз использования, но в нем и плюс, и минус. С одной стороны, тобой не пользуется весь мир, да, с другой стороны, твое комьюнити состоит из заинтересованных людей. Ну, да, кто как бы приложил чуть-чуть больше усилия, чтобы... Да, да, да. Я вот там интересный нюанс могу рассказать. То есть я сильно переписывал там инструкции, и кое-что делал сам по поводу установки там рута, да, на Debian. И в какой-то мере осознанно делал это не в качестве скрипта, потому что, во-первых, это сборка под себя, то есть инструкция была именно под себя и для опытного пользователя, да. И вот придет пользователь, который сделает это все скриптом, а потом, чтобы ему объяснить, как пользоваться, это же тоже проблема. Тебе нужна нормальная документация. То есть проект еще идет к тому, что им будут пользоваться все. Это отдельный вопрос, интересно, может, тоже на него пообщаемся. Конечно, конечно. Вот. И возвращаясь к вопросу включения в ядро, это маловероятно с точки зрения лицензии. Соответственно, делать что-то для этого капитальное с точки зрения, а как бы там поменять нам лицензию, такие мысли тоже были на самом деле. То есть как можно переписать там нашу кодовую базу под GPLv3, да, там с нуля. Сколько это будет стоить и так далее. Но когда начинаешь думать об этом, руки, конечно же, опускаются. С другой стороны, по версии Ubuntu, ну, точнее, извиняюсь, какой Ubuntu, по версии Canonical, да, не так все несовместимо, да, и никто тебе не мешает рядышком в виде модуля, там, собранного как-то по-другому, да, и таскать с собой и пользоваться. Ну да, да, да. Я вот живу ZFS MonoLinux на CentOS, как бы, и да, выходит новая версия, но ничего, взял, обновил репозиторий, скачал там, поставил. Главное, что как бы оно все прозрачно импортируется, ну, в смысле, предыдущая версия обновляешь, там даже фичи-флаги, все как бы за вот эти там, не знаю, я говорю, сколько там, 5 плюс-минус лет, как бы ни одного сбоя, ни одной потери у меня не было, и я при этом обновился реально там с шестерки, с 0.6 какой-то версии, вот до последней я как бы обновлялся. Обновлялся. Аналогичная история, да, я с шестерки таскаю свои пулы, все прекрасно работает без каких-либо проблем. Вот, если мы говорим про использование обычным пользователям, да, рядовым, то есть прекрасный опыт Proxmox, есть прекрасный опыт Ubuntu, что можно ZFS таскать в сборки, ну, то есть в любом случае, что такое сейчас дистрибутив, да, то есть под Linux мы подразумеваем не просто ядро, да, которое мы уже пользуемся. Ну, конечно, конечно, да. Соответственно, там столько машинерии, столько разных проектов вложено, то, что у вас рядышком будет болтаться еще один, ну, да, есть определенная проблема при обновлениях ядра, если вы делаете это руками, да, скажем так, но если это делает за вас дистрибутив, то проблем вообще никаких. На примере Ubuntu, на примере Proxmox с новой версии ядра сразу же приезжает новый модуль, и все работает прекрасно, протестировано, и все хорошо. Тут вот возвращаясь к интересному такому риторическому вопросу, а стоит ли вообще в ядро ехать, потому что там свои правила, там на тебя смотрят по-своему. Ну, это, кстати, такой, да, больше философский вопрос, когда ты тут, условно говоря, был сам себе хозяин, да, делал проект, который вы, как бы вот своей командой и разработчиков вольны принимать свои решения. А когда попадаешь ты в ядро, ну, ты попадаешь в несколько, чуть-чуть другое сообщество, и не на самых, так сказать, высоких правах, да, как бы ты уже должен подчиняться законам, которые приняты, так сказать, чуть-чуть выше, и не всегда они приятны, и не всегда хочется им следовать, как мне кажется. Да, да. Начиная с этого и заканчивая ресурсами, то есть находиться в ядре – это определенные тоже ресурсы для проекта. А ресурсы в опенсорсе не безграничны, к сожалению. Ну да, да, даже скорее очень даже они ценны. Слушай, расскажи еще немножко вот в двух словах про вот эти два режима работы, вот KB и DKMS, так сказать, в чем отличие, просто чтобы так немножко представление было. KMoto и DKMS. Основное отличие в чем? DKMS – это динамическая сборка из исходников. Ну, собственно, динамик, kernel, модулис, что-то там. Да-да-да, ты правильно, в общем-то, расшифровываешь. То есть к тебе приехало новое ядро, если ты пользуешься DKMS, ты автоматом ставишь к нему хедеры, которые нужны для сборки из исходников модулей, да, и DKMS делает за тебя всю машинерию. То есть там уже все настроено, как собрать, с какими параметрами собрать и так далее и тому подобное. Все это делается автоматом в худшем случае, когда дистрибутив, ну, то есть мейнтейнер дистрибутива или пакета не проверил совместимость, да, или что-то он косячил, DKMS не соберется, да. Это вот такой вот риск использования DKMS, что обновил ядро, проверил, что все собралось и поставилось. Но он настолько мал. То есть я пользуюсь этим и вообще не замечаю никаких проблем. У меня есть инсталляции на Proxmox, где все приезжает само, да. Это, конечно, удобнее, но разницы после установки нет вообще никакой. DKMS также приедет, все будет работать. Комод, соответственно, он, насколько помню, собирается статически и привязывается к ABI, который, этот биннер интерфейс конкретной версии ядра и сразу статически работает с ним. Ну, соответственно, тут, когда у тебя выходит новое ядро, да, если там поменялся интерфейс, то тебе надо заново пересобирать, чтобы именно подцепить бинарный интерфейс именно этого ядра. Разница только в том, что вот что тебе приедет из пакета, исходник либо сразу бинарник KEMOT. Вот, ну, если говорить про KEMOT, их неплохо использовать, опять же, вот в Red Hat подобных, да, где ABI пытаются часто сохранить. То есть в рамках нескольких релизов ты можешь себе позволить использовать и тот же KEMOT. Ну да, 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 да. Понятно. Ну, хорошо. Слушай, расскажи и тогда немножко вот уже, наверное, так ближе к заключению. Какие у вас такие глобальные планы? Вот ты уже там кое-что упоминал, что там есть, ведется работа там по спортированию, в смысле запуску полноценной версии там под Windows сборки, чтобы все работало. Вот, может быть, еще какие-то такие ключевые штуки, о чем вы там обсуждаете и что планируете в каком-то обозримом будущем, без уточнения сроков, сделать? Ну да, про включение других платформ рассказал, про планы и функционалы. Сейчас идет упор, в частности, на перформанс, то есть мы живем в мире NVMe-шек, которые, может, стоят недешево, но когда их купили, хочется все-таки выжить из них, да, много, побольше, чем CPU-шка позволяет. Соответственно, сейчас идет большой уклон на оптимизацию под них. То есть у нас вот есть ARC, да, мы про него много говорили. Он классен всем, кроме того, что это все-таки дополнительные копии данных из памяти в память, модификации и так далее. Это недешево, конечно же. Мы относительно быстро, если мы поставим 5, 10 и так далее NVMe-шек, мы быстро упираемся в процессор, к сожалению. Естественно, основной уклон один из оптимизации под NVMe-шки, потому что ZTFS делался под HDD-шки изначально. Тут никто не спорит. Ну, со столько времени-то, конечно же, тут невозможно было заранее все это предусмотреть. Да. Ну, это тоже, кстати, это не конец проекту, там все реализуемо. И есть очень много других направлений, начиная от удобства конечного пользователя, потребителя кассет-частника, что называется. То есть, для использования дома у ZTFS есть такая небольшая проблема, что у него наращивается объем либо замены всех дисков в VDEV на большее, то есть он видит, что в VDEV все диски больше, и он их может разметить по-новому, отъесть побольше, либо до установки нового VDEV. То есть, собрав там один RAID-Z, ты не можешь добавить прямо сейчас на ходу к нему еще один диск. Такой патч уже есть в Альфе, который позволяет это сделать. Но, естественно, приоритет у него сейчас не такой большой, потому что я озвучил другие, в общем-то, направления. Вот. Это идет уклон, то есть вот такой вот определенный вектор для конечного пользователя домашнего. Также из интересных доработок, которые вот-вот релизнутся, это вот DRATE, про который я опять же говорил. Упомяну вообще просто, что это такое. Основная боль больших инсталляций, где у тебя под тобой там диски измеряются сотнями, и ты измеряешь пространство петабайтами, основная боль в том, что при вылете одного диска тебе надо как-то очень быстро пересобраться. Проблема 2020 года, скажем так, в том, что жесткие диски, наращивая объем 20 терабайт и более, не особо наращивают перформанс с точки зрения пропускной способности. Это да. И мы приходим к тому, что у любого диска есть официально заявленное производителем количество ошибок на терабайт и так далее, которые он может допустить, и это будет, как надо сказать. Все еще не гарантийный случай. Да, да, да. И, соответственно, мы приходим к тому, что любой RAID 5 и так далее с дисками больше, насколько помню, 3 терабайт практически гарантированно развалится при пересборке, когда один из дисков вылетел, и мы читаем с других двух, и вот риск прочтения хотя бы одного не того байта с этих 3 терабайт, с каждого диска, он просто огромен. Вот. Это я все к чему. Когда мы пересобираем RAID Z, а это тот же RAID 5, 6 и так далее, там есть абсолютно та же проблема. Мы, конечно же, можем поставить больше вот эту цифру, куда там 2 или RAID Z, 2 или RAID Z3, то есть количество дисков одновременно, которых мы можем потерять. Ну просто, да, сколько копий будет храниться. Но, к сожалению, мы никак не решаем таким образом вопрос производительности восстановления. То есть диск также будет, один новый диск, который мы меняем, он будет узким горлышком. Мы вот эти 15 или 20 терабайт будущих одного диска будем наливать со скоростью в лучшем случае 200 мегабайт в секунду. Это в лучшем случае. Естественно, это сутки на восстановление. Это очень много. Что такое the RAID? И вообще, зачем он был придуман? Постараюсь на пальцах так голосом объяснить. Мы пытаемся решить проблему одновременного восстановления данных на большое количество дисков. Вместо того, чтобы работать в рамках один диска, вот одна единица, мы как бы нарезаем каждый диск на количество мелких сущностей по количеству дисков. То есть, если у нас 50 дисков в этом DR-виде, каждый диск будет разделен на 50 с чем-то областей. Так. И некоторые из этих областей будут зарезервированы как спер-области, то есть, как свободные области, на которые, если что, можно будет восстановиться. Что нам это дает? Мы как бы размазываем... Ну, это, по сути, RAID 5 или RAID Z, повернутые на 90 градусов. Мы в рамках вот этих вот физических дисков имеем виртуальные сущности. Не помню, как они там называются в оригинальной работе, к сожалению. И вот вылетает один диск, а на других уже есть зарезервированное свободное место. И мы можем восстанавливать вылетевший диск со скоростью, сколько у нас вот этих элементов в этом массиве. Например, если мы растянули на 10 единиц, то есть, 10 датаблоков на один вот этот вот Aperity, к примеру, то мы можем восстанавливаться сразу на 10 дисков или более. То есть, это уже умножает сразу скорость восстановления. А потом, когда все вы восстановили, потом какая-то ребалансировка все это компенсировать, размазывать по-физическим или как? Или это уже не требуется? Если я правильно понимаю идею, смотри, у тебя есть 3 диска условно. Вот у тебя, значит, в классическом варианте, если у тебя там 5-й рейд, у тебя диск вылетел, у тебя на 2-х других есть как бы так или иначе все данные, которые были размазаны по 3-м. Ты вставляешь диск, тебе надо на него заново залить все, что было на этих 2-х, собрать вот это все. Да. Здесь ты делаешь по-другому. У тебя есть, условно говоря, те же самые там 3, ну хорошо, даже 3 диска, но ты на каждом из них разделил его на 3 части, и каждый из которых, по сути, отвечает вот эта одна треть за один физический диск, но они как бы логически размазаны по-другим. И тем самым, когда у тебя вылетел диск, у тебя данные все равно все есть, но при восстановлении ты как бы не все льешь на один физику, а льешь на эти кусочки, которые на других физических дисках. Ну, интереснее рассматривать не на 3-х, а на 10-ти. Ну да, да, на 3-х очень, конечно... На 3-х, да, то на то и выходит, что называется. Да, согласен. На 10-ти вот один вылетел. Соответственно, например, у нас был RAID Z2, он позволяет вылететь двум диском, да? Вот он вылетел. Осталось 9 и один, который еще может вот прямо сейчас вылететь. Пока мы не вставили следующий новый диск, мы размазываем на пустое зарезервированное место всю дополнительную информацию там либо PERITY, либо данные, которые были вот на этом последнем 10-м. Который вылетел, ага. Которые у нас остались как бы уже, по сути, в одной копии места вместо 2-х. Да-да-да, все верно. И мы опять восстанавливаем ситуацию, когда у нас уже 9 дисков, но вылететь опять могут 2. О, вот, все, теперь я понял, о чем. Да, и мы пришли к этому очень быстро, потому что мы восстанавливались на 9 дисков сразу. И потом мы вставили 10-й, и он там на своей скорости, пока он там ходит, ну, то есть нам не важно, за сколько он уже восстановится, потому что четность мы восстановили, мы можем потерять опять 2 диска. Все, все, вот теперь я понял. Ну, это, кстати, очень крутая идея, слушай, это очень классно, прям вообще. Если еще это как раз-таки с хот-свапом и с возможностью, так сказать, быстро, оперативно вставить диск без переразбивки, без перечего, ну, потому что действительно, вот у меня есть 3 диска, да, и там были, было, точнее, ситуация, когда у меня было 3 диска, там, не знаю, 2-х терабайтных, да, и ты думаешь, так, ну, что-то там они забились, один диск уже старый там какой-то, думаю, надо бы там обновить на 3-х, и что? Ты как бы не можешь добавить новый 3-х терабайтный диск к этим двум, да, не подходит так. Так, вот, а тут как бы ты как раз вставил, оно само, вот это очень круто, конечно. Единственное, я уточню, это инструмент не дополнения, ну, то есть ты не можешь вставить еще один диск. Да, я понимаю, да, что в твоем случае, конечно, мы про другое говорим, да, это я смешал, извиняюсь, в одну кучу, две крутых штуки, вот, но в дальнейшем это было бы вообще прикольно, что ты еще... Ну, вот как раз, я вот до этого говорил, то есть для RAIDZ, вот это вот уже в Альфе в виде полу-реквеста, и если кому интересно так делать, вот, заходите, тестируйте. Ага, хорошо. Классно, ладно, есть что-нибудь еще интересного из того, что так приходит в голову? Ух, тема на самом деле очень глубокая, то есть продукт, вот реально, конструктор, делай, что хочешь. Из интересного могу еще рассказать про то, как происходит запись, например, да, то есть вообще мы говорили уже про то, что чтение у нас получается абсолютно рандомно, так как мы пишем в любом случае в новое место, мы можем себе позволить превращать рандомную запись в практически последовательную. То есть если вам нужна хранилка под запись и редкое чтение, то любое copy-on-write, в частности ZFS, практически гарантированно уделает по записи другое решение. Вот, к вопросу о записи, мы пишем группами транзакций, TXG, так называемые, и мы можем себе позволить как-то агрегировать информацию в рамках этой группы. Тут есть интересная особенность, у нас есть в write-throttling. Мы можем использовать неограниченное количество оперативки для подготовки этого TXG группы, и можем за счет этого переживать какие-то резкие скачки записи, буферизируя это все в оперативку. Естественно, это речь про синхронную запись, когда мы можем себе это позволить. И потом мы спокойненько, последовательно, очень эффективно это сложим на диск. Такая вот интересная особенность. Интересно, интересно. Да, то есть если какой-то пик, ты чуть-чуть за счет оперативки чуть больше это разместил, а потом последовательно сразу большой блок записал, и тем самым как бы сэкономив на, условно говоря, рандомной записи, когда два раза... На самом деле, если не нужно делать упор на синхронную записи и ее целостность, то есть если мы не владельцы какой-то пост-грид большой и дорогостоящий, который нам деньги приносит, а, например, я обычный пользователь ПК, вот, например, мой сервачок под столом так называемый стоит, на нем можно с помощью одной настройки отключить вообще синхронную запись, чтобы она игнорировалась и становилась синхронной. Таким образом, собрав там, не знаю, пул из просто HDD-шек, ты можешь им пользоваться практически как дешевой SSD-шкой с точки зрения EOPs-ов или даже больше. То есть сколько EOPs-ов тебе даст оперативка, да, на запись и на чтение, столько, в общем-то, у тебя и будет. Угу. Ну, кстати, да, если у тебя там домашние, там, такая типичная, там, файлопомойка, что-то такое, это как бы, но критичность данных, там, не знаю, записи какого-нибудь, там, не знаю, очередного там фильма, скаченного через торрент, она как бы, скажем так, минимальна. Вот. Да, прелесть в том, что целостность тебе уже система обеспечивает, вот, хоть ты тресни, то есть ты отказываешься на предыдущую транзакцию полноценную, и все у тебя хорошо. Да, ты там можешь, то есть мы в худшем случае теряем там последние цать секунд, сколько мы там настроили. По умолчанию там это до пяти секунд синхронной записи. И вот за этот счет можно очень прекрасно жить, то есть если мы говорим про использование, там, если мы хостер, очень классно хостить какие-нибудь там, я не знаю, сайтики, используя сжатие на ZTFS, да, арк, который позволяет нам это очень эффективно, вот, очень эффективно отдавать, да, и если мы делаем бэкапы, там, мы резервируемся по самое, не могу, мы там для кого-то можем отключить вот эту вот синхронную запись, и все, и просто экономика замечательная. Ну да. Слушай, а ты еще хотел, по-моему, что-то про документацию какую-то тоже интересную историю рассказать, если я правильно... А, кстати, вот в частности ты говорил про open source, то, что очень легко зайти, сделать pull request, очень интересная история у нас была. Мы изначально использовали GitHub Wiki, что называется история с полей, и, к сожалению, в GitHub Wiki есть минус, что он не является полноценным... То есть, да, внутри у него git, но там нету нормального механизма делать pull request. И из-за этого нам пришлось переезжать на документацию на базе Sphinx, в общем-то, это был мой проект в мае этого года, считай. Сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь свести документацию... То есть, проект, он был на разных платформах, им занимался и Sun, и Oracle, и многие другие, и, к сожалению, документация, она сейчас разобрана, она разношерстная, раскидана много где, и я пытаюсь сейчас тащить идею актуализации этой информации и собираю ее в одном месте. И вот мы переехали, в частности, на решение на Sphinx, в первую очередь, потому что это стандартный pipeline, то есть, процесс привнесения изменений. Это обычный pull request, очень понятный людям, это очень легко. Ну да, давай только скажем, что Sphinx – это питоновская штука, которая тебе просто генерит, вот вы там, read the docs, если вы знаете, что это такое, это вот это же Sphinx, я же правильно, правильно, да? Да, да, они хостят Sphinx свой, это все верно, спасибо. Вот, 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 да. Ну, знаешь, мне, честно говоря, гитхабовская, гитлабовская вики никогда не нравились, потому что они какие-то, они какие-то странные. Во-первых, они где-то сбоку, на них еще там их зайти, там как бы создал страничку, там где там ее найти, потом там ее, ссылки какие-то все время надо, и действительно, они как бы так чуть-чуть оторваны от мира, и у меня поэтому по моим каким-то там всем даже, так сказать, там по работе документация, которую я тут всегда говорю, что я там все это запишу в Markdown, это все, оно просто живет прямо в репозитории, в нормальном репозитории, там, неважно, в гитхабе, гитлабе, и да, действительно, ты там настраиваешь пайплайны, которые тебе ее генерят, автоматически публикуют, там, неважно, там, гитхаб пейджис, там, read the docs, куда тебе нравится, в общем-то. Да. Это круто. Помощь, я тебя поддерживаю, это очень удобно. Единственная проблема, с которой я столкнулся, как публиковать маны. Вот это, к сожалению, это всегда ручной привод. Но ничего, решили. Ну, слушай, тут я, да, не сталкивался, поэтому, не знаю, интересно. Я просто тут умел, как сойти, я предложил в свое время коллегам, в частности, из FreeBSD, так сказать, на общем созвоне, предложил то, что не хотим ли мы задуматься маны писать тоже на restructured текст, то есть чем Sphinx по умолчанию, что используют. На меня так посмотрели странно и сказали, что знаешь, во FreeBSD в штатную установку тащить питон мы что-то не очень хотим. Ну да, да, да. Это тоже так же, знаешь, тоже, кстати, коль уже начали вспоминать всякие такие забавные истории из мира документации, то есть такая, этот самый проект называется VAMP, Web Application Messaging Protocol, некий такой, в который я там тоже активно участвовал в какое-то время в его, так сказать, разработке, там, и там у нас даже была мысль в какой-то момент мы чуть-чуть не дожали, чтобы стать официальным RFC-шкой, вот, а в мире ETF-организации вся документация живет, это вот такой текст, выровненные там воски, короче, как-то, как-то, и, конечно, тоже там мы писали целые там ребята, так сказать, там из Германии, из Crossbar, штуку, которую, в общем, чтобы его превращать в RFC-шку, я говорю, слушай, ну, блин, для простых пользователей, вот простых, там, не знаю, тем более, если это веб, там, не знаю, фронтендеры, вот это все, они RFC, мне кажется, вообще не воспринимают как нормальный какой-то вид, ну, то есть им страшно, они закрывают, наверное, поэтому я прикручивал туда штуку, который пишет спеки в RFC-шной спеки, у них есть открытые open-source tools для этого, ну, как они тоже там из некого маркдаунов собирают эту такую, ну, как бы, а-ля красочную PDF-ку такую, в общем, с навигацией, там, с этим самым, с table of contents, вот это все, и тоже, знаешь, вот это тут, значит, надо вырезать, тут надо там регулярочку написать, чтобы она вот это обрезала, ну, так это, топориком от кромсали, в итоге у нас сейчас тоже есть, в общем, если зайти там на vamp-proto.org, там, как бы, она, документация собирается несколькими способами для RFC, для вот этого в RFC-шном формате, еще, еще там в HTML, в общем, все можно видеть, но зато, как бы, есть шанс, что этим чуть-чуть лучше, удобнее пользоваться, поэтому, мне кажется, вообще, документация для таких больших проектов это большое дело, потому что без нее, ну, как бы, одно дело, если у тебя там, не знаю, какая-нибудь маленькая утулза, которая там, не знаю, 2 плюс 3 складывает, и у нее там одна функция, это окей, а когда большие проекты, где много возможностей, ну, без документации им просто невозможно будет нормально пользоваться, и, конечно, в open source документация всегда немножко страдает, ну, потому что, понятно, что тебе, как разработчику, хочется все же сначала написать код, как бы, да, там, проверить свою идею, что она там работает, а уже документация, думаешь, ну, потом допишу что-нибудь. Да, ну, в случае ZFS прелесть в том, что код, вот особенность, да, этого проекта, что код, он написан замечательно, то есть, многие контрибьюторы, они восторгаются тем, насколько хороши правила, еще сановские, насколько все чисто и задокументировано, и в этом плане, вот, к сожалению, есть вот такой вот, как сказать, подляночка маленькая, что код, когда ты с ним, как сказать, понимаешь его и обвыкся, проще читать, чем документацию, но, к сожалению, всем код читать, ну, есть моменты, например, там, как включить шифрование в ZFS, да, ты, естественно, не будешь тыкать в CIS-код, вот посмотри, вот тут есть вот такой вот параметр, вот там вот его сопоставь, документация, она нужна, да. Да, но ничего, как бы, я думаю, что потихонечку ты молодец, видишь, как бы, эту штуку, так сказать, централизуешь, и как ты уже приводишь чувство, я думаю, что найдутся люди, которые тоже как-то придут и помогут, так что, кто пользуется, не стесняйтесь, приходите. я вас жду. Да, Гера будет раз всех вас видеть, вот. Слушай, ну что, мне кажется, на этой позитивной ноте давай, наверное, будем заканчивать, вроде бы обсудили такие все темы, какие хотели, если есть чего добавить в завершение, то самое время. Хочу поблагодарить, спасибо большое за этот интересный опыт, он у меня первый в плане подкаста. О, ну прекрасно, прекрасно. Надеюсь, он будет очень положительным. Надеюсь. Так что, наверное, я скажу, что не бойтесь, дерзайте, open source – это классно, начиная с того, что он помогает как портфолио, заканчивая тем, что это персональное развитие. Согласен. Всем спасибо. Да, подписываюсь под твоими высказываниями. Друзья, вам спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вам тоже было интересно. Пишите ваши вопросы, замечания, комментарии. Если они будут, мы с удовольствием с Георгием придем и ответим на них. Вот. Так что, делитесь, там, шаринги, лайки, вот это все. Если понравился выпуск, поддержите его, став патроном. Это тоже мелочь, но приятно мне, как автору, будет. Вот. И что, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok